Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня речь пойдёт не о психологии, не о медитациях, не о каких-то упражнениях. Сегодня я буду готовить интересное блюдо, в котором я буду использовать экзотические тайские продукты. В частности, я буду использовать вот такой интересный овощ. Наверняка многие видели его и во Вьетнаме, и в Индии. Это bitter melon, это горькая дыня. Её полезные свойства в аювердической медицине очень широко используются. Это, можно сказать, натуральный заменитель инсулина. Поэтому она очень полезна для поджелудочной железы. Вы можете прочесть об этом также на моём сайте. И ещё я буду использовать вот такой интересный пакетик Манг Бейн. Ну, знаете, чем-то похоже вообще на нашу чечевицу, но это не совсем чечевица. Она также полезна тем, что содержит большое количество фосфора, кальция, железа, витамина А, С. Итак, это блюдо, которое сегодня я хочу приготовить, мне подсказала моя соседка из Филиппин, потому что на Филиппинах это готовят именно вот так. Ну что ж, остаётся только пройти на кухню и попробовать приготовить это интересное блюдо. Вот что нам понадобится для приготовления этого блюда ещё. Маленький острый перчик, несколько томатов, болгарский перчик или сладенький перчик вот такой, сама горькая дыня, немного листиков сельдерея, вот такая интересная капусточка, это молодая капусточка. Нам понадобится немного свинины, вы можете это заменить на какое-то другое мясо, если вы не едите свинину, чесночок, лук, ещё нам понадобятся свежие креветки, сейчас я их буду чистить, у нас такие продаются здесь. Ну и, конечно же, я уже замочила вот эти вот мангбин, которые нужно замочить вначале. Вот они вот такие вот по консистенции эти зёрнышки. Когда они будут вариться, они сейчас будут раскрываться. Итак, первое, что нам нужно будет сделать, это сварить до полуготовности вот эти вот зёрнышки мангбин. Сейчас я нарезала вот эту горькую дыню, но мне никто не сказал, что там внутри вот такая будет интересная красная мякоть. Ну, я так понимаю, что её нужно вытащить, потому что когда я видела на видео, как это готовили, вот этой красной мякоти внутри не было. Вот интересная здесь такая штучка. Но вообще, она не зря называется горькая дыня, потому что, конечно же, вкус у неё горький. Поэтому используются и томаты, вот я их уже помыла, и, в общем-то, другие части, чтобы при употреблении из пищи немножечко эту горечь вот сбить. Ну что ж, у меня уже варится, начинают вариться мои мангбин. Это вот они уже здесь вот начинают вариться. И мы их должны сварить до полуготовности. Ну вот, наконец, наши мангбин начали уже потихонечку раскрываться. Следующий этап, нам нужно будет потушить свинину. Небольшое количество маслица, туда я добавила, и мы ждём, когда свининка потушится. Вообще, филипинцы, вот как мне рассказали, они добавляют, они как бы тушат и немножко добавляют воды, чтобы она как бы пропарилась, вот эта вот свинина больше пропарилась. Масла добавляется совсем немного. И мы сейчас немножечко её так вот доведём тоже до полуготовности, свининку. Ну вот, повторяю, свининки у меня получилось немножко многовато, ну просто можно было бы, конечно, разделить на пополам. Ну вот, теперь мы должны потушить лук и чесночок. Как обычно, до золотистого оттенка. Итак, уже лучок, в принципе, почти приготовился. Теперь добавляем следующие ингредиенты. Это наши томаты и сладкий перчик. Тушим это всё вместе. Ну вот, практически уже потушились помидорчики. и перчик, и лучок, и чесночок. Сейчас будем нашу соединять. Мы кладём потушеные овощи. Сейчас точно так же мы их сюда кладём. Ну вот, теперь нам необходимо положить сюда оставшиеся ингредиенты и долить в воде. Тай мякоть, как у огурца, вот она хрустящая. Ну посмотрим, как она нам даст вкус. Сюда уже мы кладём листики. Вот эти вот литочки. Заливаем всё это водичкой. Вот так, чтобы закрыло всю эту нашу часть. Сейчас это всё немножко ещё провалится. Туда. Теперь мы с вами будем ждать, пока всё это закипит. И в самом конце, соответственно, мы с вами это всё должны будем ещё посолить. В самом конце у нас останутся креветочки и, соответственно, вот такой вот перчик. Ну перчик мы можем положить, в общем-то, уже сейчас. Но если кто-то не любит очень острое, тогда может вообще не класть. А если кто-то любит очень острое, тогда нужно вот в этой части, это самое острое, тогда эту часть нужно вообще очень мелко порезать и положить. Ну тогда будет очень остро. Если не очень остро, тогда половинку вот так просто делите пополам и кладёте. Ну, наверное, я сделаю так пополам и положу. Ну и вот в конце я уже добавила креветки, как мне вот и сказали по филиппинскому рецепту. Так, ну что ж, сейчас попробуем, что у нас получилось. Ну, как говорится, нехорошо себя хвалить, но я молодец. Получилось очень вкусно. Сейчас попробуем горькую дыню. Она слегка горьковатая, когда пробуешь саму дыню. Но, в общем, блюдо получилось совершенно не горьким. Ну, в общем-то, за её свойства нужно потерпеть слегка эту небольшую горечь. Она такая вполне терпимая. Но блюдо получилось очень вкусное. Манглинс просто великолепный. Ну что ж, желаю вам как-нибудь найти такие ингредиенты и приготовить такое блюдо у себя дома.